В последние годы прослеживается явная тенденция, когда люди по тем или иным причинам начинают выискивать всевозможные крамолы в давно уже легендарных фильмах и сериалах. Так мы регулярно слышим, например, как особо нежные критикуют сериал «Друзья» за то, что оказывается он был недостаточно инклюзивным, недостаточно прогрессивным и даже вредным. Вследствие чего за свой легендарный проект даже пришлось вступиться Дженнифер Энистон, которая задавала риторические вопросы, мол, люди, что же с вами не так? Сейчас же пришла очередь, наверное, еще более культовой саги «Звездные войны», которую обвинили в том, что эти фильмы слишком белые и сексистские, на что уже маэстро Джордж Лукас не смог смолчать и просто умыл всех нытиков разом. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. Что ж, ни для кого не секрет, что уже на протяжении довольно длительного времени сторонники повесточки критикуют оригинальные фильмы «Звездных войн» за недостаток разнообразия, за слишком большое количество белых мужчин и за якобы принижение женских персонажей. И вот кажется, автор Star Wars Джордж Лукас не выдержал и, наконец, высказался, чтобы не просто опровергнуть эти нападки, но и дать должный ответ всем хейтерам. Произошло это в прошлую субботу на Каннском кинофестивале, где Лукас получил престижную золотую пальмовую ветвь. Во время и после данной церемонии прославленный режиссер отвечал на множество вопросов и вот тогда его в том числе спросили об обвинениях в том, что его фильмы «Звездные войны», снятые в период с 1977 по 2005 год, что им не хватает разнообразия, что они якобы сознательно принижают роль женщин и так далее и тому подобное. В ответ на это Джордж Лукас заявил, что категорически не согласен с подобными утверждениями. Некоторые говорят, там только белые мужчины, но на самом деле большинство персонажей это инопланетяне, подчеркнул Лукас. Он также не согласился с тем, что его сага якобы продвигает своего рода идею превосходства белой расы. Суть в том, что нужно принимать других такими, какие они есть, будь то большие, мохнатые, зеленые или какие-то еще существа. Главная идея заключается в равенстве всех разумных форм жизни, заявил режиссер. Единственную дискриминацию в своих фильмах, которую в самом деле признал Джордж Лукас, и это явно было стебом в отношении сильно нежных современных критиков его подхода, сам режиссер описал как дискриминацию роботов. Лукас заявил, что единственные персонажи в его фильмах, которые сталкиваются с реальной дискриминацией, это дроиды, которые часто становятся объектом оскорблений. И он сказал, что это был сознательный выбор, но, по его мнению, то же самое произойдет и в реальной жизни, когда роботы станут более распространенными в обществе. Знаете, это был способ сказать, что люди всегда что-то дискриминируют, и рано или поздно именно это и произойдет, говорит режиссер. Я имею в виду, что мы уже начинаем с искусственного интеллекта, говоря, ну, мы не можем доверять этим роботам. Тем не менее, Лукас опроверг утверждение, что в «Звездных войнах» нет разнообразия. В первом фильме было несколько темнокожих тунисцев, говорит он, а во втором у меня был Билл Уильямс. А в приквелах, которые они также критикуют, у меня был Сэм Джексон. Он не был таким негодяем, как Лэнда. Он был одним из лучших джедаев. Режиссер также раскритиковал утверждение о том, что его женские персонажи менее значимы, чем мужские, заявив, «Как вы думаете, кто герой в этих историях? Как вы думаете, кем была принцесса Лея?» – спросил он. Она глава восстания. Это она забирает этого ничего не знающего маленького ребенка и этого неистового парня, который ничего не может сделать и пытается спасти восстание с помощью этих клоунов. По словам Лукаса, в более поздних фильмах также есть сильные женщины. Режиссер говорит, что то же самое и с королевой Амидалой. Вы не можете просто одеть женщину в штаны и ожидать, что она станет героем. Они могут носить платье, они могут носить все, что захотят. Это их мозг и их способность думать, планировать и действовать логично. Вот что такое герой, завершил знаменитый режиссер. Тем самым пройдясь по всей концепции современной сильной женщины на экране, когда крутых теток именно старается превратить в мужиков, при этом не используя те козыри, которые могут быть у настоящей и самобытной сильной женской героини. Довольно четкий и жесткий ответ маэстро всем хейтерам и критикам, как по мне. Что вы думаете на данный счет? Пишите свои мысли в комментариях, ведь на сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, а также заглянуть в нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.